Парк Горького Нурислам Сиразиев сам изучил древний татарский тамбурный шов. Что получилось, показывает всем желающим. Это традиционно присуще татарскому народу. С древности у нас известно. И вот в последнее время большой интерес вызвало как у молодых, так и у пожилых вышиваемый крючком. И получается вот такая красота. Вот, например, образец казанского полотенца. Конец 19 века. Это вот копия. А это и чижный шов. Он славится еще со времен ханской казани и времен шелкового пути. Такой невозможно повторить ни одной швейной машинки. Шов делается вручную, на специальном станке и особенными нитками. Сначала прокалываем первый слой кожи. Далее мы на себя наматываем три раза нашу нитку, которая у нас на веретене. Прокалываем второй слой кожи, закрепляем и у нас готово изделие. Здесь же мастер-классы по изготовлению украшений и знакомство с редкими татарскими музыкальными инструментами. Курай, Ташсабазвэ, Кубэс. Праздник проходит в рамках проекта «Древо жизни». Он направлен на сохранение и развитие родных языков и культуры народов по Волжье. Его проводят при поддержке комиссии по родным языкам. Показываем разные группы татар, мастер-классы, видите, вот народные промыслы представлены. Это, конечно, немного другое. Тут вот каждый может прощупать, посмотреть и поучаствовать. Образ древа встречается в различных культурах и является неотъемлемой частью религиозных верований и ментальности представителей многих национальностей. У каждого народа свое название «Древо жизни». У татар – это бойтирек, у морийцев – тукамвош, у дмуртов – дунеписпу, мартвы – шуфтойны. Древо – главный символ праздника, поэтому каждый народ повесил на это дерево благие пожелания. Можно подойти и выбрать свое. Говорят, все обязательно сбудется. Давайте посмотрим, что попадет мне. Так, берем вот эту бумажку. Пусть жизнь ваша будет сладкой, как мед, и сытной, как масло. Проект «Древо жизни» стартовал летом прошлого года. Тогда его посвятили культуре морийцев, удмуртов, чуваши и мартвы. Этим летом уже показали башкирскую и русскую культуры, сегодня – татарскую. А 22 августа здесь же, в парке Горького, все они объединятся и пройдет созвездие народов.